упрекают в том, что зачем оптимизм пытаюсь передать. И дело это целенаправленно. Все негативные стороны прекрасно известны, да? Кто-то не знает, что у нас убивают солдат, убивают гражданских россияне. Кто-то не знает, что у нас города разрушаются. Все прекрасно знают. Я пытаюсь в этом мраке, в мороке в этом, когда наша страна подверглась нападению второй армии мира, да? Как бы там ни было. Крупнейшей страны мира. То есть показать положительные стороны. Поводы для оптимизма. Что тут не так? То, что мы все когда-то умрем, совершенно не повод не находить светлые стороны радости в этой жизни. Нет, не согласны со мной. Я не выдумываю каких-то вещей, которые не существуют. Я в начале апреля говорил о том, что придут к нам и атакамцы, придут нам и в конце концов подпишут этот пакет. Я никогда не думал, что это так быстро будет. Я 14-го писал о том, что нападение Ирана на Израиль положительно скажется на принятие пакета решений в пользу Украины от Америки. Я никогда не думал, что это через 6 дней произойдет. Так что я, как бы, в некоторых случаях даже чересчур пессимистичен. Или, скажем там, недостаточно оптимистичен. Я никогда не знал, и никто не знал, конечно, что Великобритания нам даст 3 миллиарда фунта стерлингов. Это почти 4 миллиарда долларов на постоянной основе. Ежегодно будет нам теперь Великобритания вооружений только давать. Одна только Великобритания. Это я напомню, я делал видео специально. Это вдвое больше, чем вся Украина тратила на всех своих силовиков, на милицию, на полицию, на военных, на СБУшников, на ВВшников. На все это Украина в 2013 году до аннексии тратила вдвое меньше. 1 миллиард 800 миллионов долларов. А сейчас нам вот такие вот будет только одна страна давать. Это не повод для оптимизма. Почему на это не указать? Зачем вот этот афоризм когда-то написал? В ближайшем положении руки опускаются легче всего. Надо как-то бодрить население, потому что я вижу там, мы родные там мама моя там 70 с гаком лет, она сейчас в Германии, и она пессимистит, насмотревшись там, я не знаю, какого-то Арестовича или еще кого-то, который крах там. Я пытаюсь объяснить людям, зачем вы слушаете тех, кто там сидит, вот это вот офицеров, которые за два года войны ни разу на фронте не были. Я не пытаюсь ложный оптимизм внушить, что и убивают, и погибают у нас пацаны, и радят, и меня он там контузил совершенно недавно. Все это я в 2014 году, да, тоже в 2014-2015 воевал, и когда мыши меня там едят, там, да, то есть в блиндаже, мне это тоже не сильно нравится, чтобы вы понимали. Зачем это все людям рассказать, когда я хочу показать, что все это закончится, и закончится нашей победой однозначно, потому что весь мир цивилизованный нормально на нашей стороне. Все будет Украина, не переживайте, не пореймайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok,